И на странице пробит регрессии. Вот у нас входный массив, открываем его. Чтобы применить пробит регрессию и выяснить, можно ли помещать переменные, характеризующие страну как слагаемые в линейный многочлен, нужно проделать большую подготовительную работу. Исходный массив, который включает все переменные, а не только те, которые мы отобрали в качестве предикторов, этот массив должен быть существенно преобразован. А именно, в этом массиве по строкам располагаются респонденты, а мы должны получить массив, в котором по строкам будут располагаться профили. И каждая строка еще будет иметь свой вес. То есть, сколько респондентов имеет соответствующий профиль. Например, мы видим, что вот такой респондент с такими характеристиками, это как раз интересующий нас переменный, он один, а вот таких их трое. Очевидно, что переход от исходного массива с респондентами к массиву с профилями предполагает сжатие информации. Как ее осуществить? Прежде всего, из исходного массива я отобрал только те переменные, которые меня интересуют. Вот эти переменные. И, соответственно, зависимые. Пока что по строкам респондента, но переменных уже стало меньше. Во-вторых, я создал, или воз создал переменную про страну. Она должна быть одна, чтобы участвовать в качестве целостной переменной в пробе прогрессии. Для этого я через функцию transform.comput создал из вот этих переменных одну переменную. Таким образом, вот в синтаксе формула. Ну, собственно, и в кнопках такая же формула должна быть. То есть country 2, ее умножаю на 2, прибавить country 3, умножить на 3 и так далее. Получаю единую переменную. И в этой переменной я воспроизвожу расшифровки. Какой код, какой стране соответствует. Далее, я должен убедиться, что все переменные, которые меня интересуют, и которые имеют миссинги, в том, что в случае приб 오른 от нее. Но и в тем более, так далее. Продолжение следует...